Приветствую вас, пока что вы не задаете вопрос, то есть вы не формулируете вопрос, вы его никак не формулируете, не оформляете, что конкретно вы хотите получить от психолога, какую помощь вы хотите получить, какую проблему вы хотите решить для себя. Вот, что выдаёт некое такое паскудное, как мне кажется, желание оставить всё как есть. Я не буду настаивать на подобную точку зрения, потому что понимаю, что вполне могу ошибаться, вот, но пока что выглядит всё именно таким образом. То есть пока выглядит всё так, что вы просто не особо-то и хотите что-либо менять. Вот, то есть вы понимаете, может быть, что менять что-то не надо, вы это чувствуете, но особого желания это делать у вас нет. И мне представляется именно это куда более серьёзные и насущные проблемы, что вы не готовы брать ответственность на себя за то, что в вашей жизни сейчас происходит. Что касается общего, так сказать, восприятия, общего видения вашей ситуации, то здесь я, если честно, думаю, что вы просто в силу негативного опыта, возможно, первой любви, возможно, более глубоких вещей, вы просто боитесь мужчин, вы просто боитесь парней. Вот, по, ещё раз повторяю, по ряду причин вы боитесь, ну, вы боитесь просто мужчин. Вот, и, соответственно, из-за того, что вы их варите, если они вас, ну, вот, как-то, может быть, ну, как-то они вас, может быть, тягосят, вот. Мужчины. Вы, собственно, и делаете выбор в пользу девочек. То есть, вот, есть у меня такое ощущение, что просто вы, вот, мужчин, опасаетесь, опасаетесь. Вот, может быть, вы боитесь мужчин, может быть, вы сняетесь с мужчин. Может быть, есть ещё какие-то сложности у вас, связанные с этим, вот, сказать так, очень сложно наверняка. Вот, но выглядит так, что вы просто переживаете негативный опыт взаимодействия с мужчинами. Не то, что бы я считал, что это что-то плохое, не то, что бы я считал, что то, что вы делаете это плохо, нет, 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 ещё раз, нет. Ни в коем случае так не считаю. Но, на мой взгляд, всё-таки, вот, корень проблемы вашей в том, что вы испытываете несомфорт перед мужчинами, что вы в сексе с ними более пассивны. Такое впечатление, что у вас, вот, грубо говоря, что-то, что-то вас зажимает, да, что-то вас, вот, ага, зажимает, что-то вас, вот, ну, подавляет каким-то образом. Вот. Тем или иным образом. И мне кажется, мне так вот кажется, что в этом заключается определенно проблема и работать нужно вам в первую очередь в направлении этого. Вот. А дальше уже вы сами для себя сможете решить. А дальше вы сами для себя сможете увидеть. А, например, что вам нужно в чем вы нуждаетесь а, а, в чего вы хотите и так далее. то есть, я, честно, честно говоря, не думал, что это для вас будет как-то особо особо сложно. Я думаю, наоборот, поскольку вы, мне кажется, такой достаточно активный человек, эмоционально открытый человек, вот, то мне кажется, что работа с вами не будет не будет носить такой тяжелый характер и как-то, что у вас есть все абсолютно шансы на то, чтобы разобраться в себе и жить той жизнью, какой вы хотите действительно жить. Вот. А, не буду не буду скрывать, меня немножко смутил тот факт, что вы говорите о определенной такой традиционной семье, но не буду скрывать этого факта, что меня это смутило. Вот. Смутило, потому что ну, звучит просто, звучит. так, что вы прислушивайтесь не к себе, вот, не к тому, что для вас важно, а тому, что важно обществу. Вот. нет особого конструктива, конструктива, вот, в этом нет особого позитива для вас. ну, тут уже вам решат. Для чего, например, вам нужна, как вы говорите, нормальная, традиционная смесь. Зачем? нет, поймите, правильно, мне ничего плохого нет. Но, зачем канала? Особенно, если предпочтительнее канала сначала, на данный момент. Ну, немножечко, немножечко, немножко другое. Вот, зачем, для чего себя выжимать, да? Мне хотелось понять. понять. Вот, так, что касается девушки, друга, о которой вы рассказываете, девушки, друге, о которой вы рассказываете, то, это очень, фильм, сильно, конечно, напоминает зависимость, очень, сильно напоминает эмоциональную зависимость, зависимость, то есть, вы от нее, получается, вот что-то, чего вам хватает, с этим нужно работать, с потребностями, с открытием потребностей, с принятием своих потребностей, чтобы от зависимости вы смогли освободиться. вот, и опять вы говорите, что, я вот, считаю, что, стоит появиться, человеку, другому, в жизни, в жизни, моего, ну, моего знакомого, да? И, общение нужно прорывать. Почему вы так считаете? Откуда такие, именно мысли, такие установки? С чем они связаны? Насколько они отражают то, что вы хотите? Вот, пока, видите, совершенно не совпадает, да? То есть, вы, вы считаете, что нужно действовать так, а оно, на самом деле, по-другому получается. И это нормально, это абсолютно нормально. Вопрос в том, опять же, хотите ли вы это принимать? Ну, хотите ли вы это принять? Это, как факт. Ну, вот. А, такая вот история. Я надеюсь, что он нам помог. Ещё раз повторю, у вас нет вопроса, то есть, вы, вы, не, не, вы не формулируете, какого-либо вопроса. Вот. И это, как я уже сказал, вызывает, подозрение в том, что, а, хотите ли вы вообще, собственно, твою проблему решает? И в чём это проблема? Пока я вижу проблемы, именно противоречия. То есть, не, а, ваших, а, значит, предпочтений, предпочтений. Вот. А, именно, проблему я вижу, а, противоречия. если это так, если это так, если это так, то, с этим, нужно, работать. То есть, вот, по крайней мере, для того, чтобы вы, эм, были, ну, более, эм, корректны, эм, эм, Чтобы вы как-то вот, ну, ага, лучше себя чувствовали, чтобы вы продвигали некую такую вот чёткую, единую позицию. Вот, и значит, соответственно, были более счастливы. А на этом, я думаю, можно мой ответ вам закончить. Я надеюсь, что это было полезным для вас. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку. В качестве лучшего я желаю вам всего доброго, удачи. И надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом. Всего вам самого доброго, удачи. Удачи.